Епископ Новороссийский и Геленджикский феогност совершил божественную литургию в храме в честь преподобномученицы Анастасии Славянского благочиния в станице Анастасиевской. Колокольным звоном, цветами и подарками встречали прихожане Свято-Анастасиевского храма епископа Новороссийского и Геленджикского феогноста, который буквально накануне отпраздновал свое день рождения, а уже на следующий день отправился служить в Анастасиевский приход. Глава района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко поздравили владыку с праздником и подарили фотографию, построенного общими усилиями храма Александра Невского. Такой пример и образец соработничества власти и церкви, и бизнеса, вот такая вот синергия. Она приносит, конечно, такие замечательные плоды, как вот этот храм Александра Невского. Спасибо, Господи. Уже скоро будет достроен и открыт еще один храм в станице Анастасиевской. Владыка Феогност подчеркнул важность таких богоугодных начинаний. Спасибо, Господи, что и вашими усилиями, и людей, которых вы подвигаете к этому, и жителей станицы, и бизнеса. Вот тоже еще один храм строится. Прекрасная, очень красивая архитектура, замечательная, которую красит. И на века пишет в летопись станицы свою страницу именно истории, что именно при вас. Это большое дело. Многие не понимают главу того, что как-то пытаются. Понятно, что это сложно. Очень много других вопросов, социальных вопросов, вопросов, которые возникают, и которые ложатся на плечи головы района. И так как несколько, может быть, сглаживает, спритупляет это событие. Но вот все, что многое, что вы делали, поверьте, не все будет помнить. Это так вот устроен человеческий разум и память человеческая. А вот что касается храмов, будут знать, строятся при таком-то главе, будут говорить. Построятся при таком-то главе, и никогда не забудут. Спасибо. Помоги, Господь, с вами. Спасибо. Владыка Феогност приехал в действующий приход станицы Анастасиевской, чтобы отслужить Божественную Литургию, посвященную престольному празднику храма. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За богослужением молились глава Славянского района, казаки районного казачьего общества, воспитанники казачьих классов станичной школы. В честь престольного праздника было совершено славление перед иконой преподобно-мучениц Анастасии. По окончании богослужения епископ Феогност обратился к собравшимся со святительским словом, в котором поздравил прихожан с престольным праздником и пожелал крепости духовной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова